Резонансная ситуация вокруг шамана, которая произошла на песне года, все никак не утихает. С каждым днем становится все меньше равнодушных, и все больше людей и известных личностей начинает поддерживать исполнителя. Ведь всегда найдутся те, кому мнение звездной тусовки полностью безразлично. Кто, так сказать, может ей противостоять, будь то в силу своей смелости, авторитета или чего-либо еще. Ведь ссориться с бывшими друзьями всегда тяжело, особенно если их костяк уже много лет бороздит просторы шоу-бизнеса и явно находится под чьим-то покровительством. Вот, к примеру, некоторое время назад стало известно, что Григорий Лепс после произошедшего на песне года ожидаемо поддержал Ярослава и разнес зазнавшуюся звездную тусовку в пух и прах. Фанаты явно ожидали от Лепса поддержки молодому певцу, ведь они давние друзья. И патриотическая позиция Григория довольно четко поставлена с самого начала того самого переполоха. Более того, Лепс один из немногих, кто был в Донецке и Луганске и давал концерты для наших бойцов. Ну а теперь обо всем поподробнее. Всем привет, с вами новостная Авариска. Спасибо, что остаетесь с нами. В последнее время личность Ярослава Дронова охвачена многочисленными спорами, диалогами и обсуждениями. Известность певца, как говорится, идет впереди него. Однако, к сожалению, не всегда этот хайп имеет позитивный окрас. Все, безусловно, уже знают о скандальной ситуации, которая произошла с певцом-шаманом на одном из главных песенных фестивалей страны «Песня года». Та самая многовековая музыкальная элита России практически единогласно высказала свое презрение к Ярославу в попытках объявить его изгоем. Однако волна негатива по отношению к исполнителю на этом не остановилась. Относительно недавно кто-то опубликовал в сеть райдеры выступления Ярослава, вероятно, в надежде на то, что на него вновь посыпятся гневные высказывания, что вновь вызвало очередные бурления в народе. И хотя в райдере шамана не было ничего заоблачного и ничего странного по сравнению с райдером других артистов, он и вовсе был похож на фейк со стряпанным на коленке. Однако сейчас не об этом. Сегодня становится очевидно, что все происходящее – ничто иное, как организованный широкомасштабный хейт певца-шамана, подстрекаемый чем-то легким движением руки. И все это происходит на фоне исчезающего отечественного шоу-бизнеса, что говорит о том, что завистливые старики начинают не выдерживать конкуренции и начинают прибегать к грязным методам противоборства. Вокруг шамана в последнее время разгораются нешуточные страсти. Напомним, что некоторые артисты наотрез отказались выступать с Ярославом Дроновым на одной сцене. Мол, это не солидно и не рукопожатно. Многие звезды называют певца исключительно кремлевским продуктом и ставят под сомнение его патриотическую позицию. Мол, хорошо за деньги быть патриотом. А кто-то из этой стоперской тусовки и вовсе позволил себе куда более резкие высказывания. Наверняка вы знаете, о чем идет речь. Петь шаманом – это словно пропахнуть бляшами из кремлевской столовки. Именно так выразился некий герой тусамы Шоблы, который аж у шукается за кулисами вокруг Ярослава. И именно автор этого выражения, как ни удивительно, пожелал остаться инкогнито. Однако, если вспомнить сомнительных участников песни года, то без труда можно догадаться, на кого падают с подозрения. Среди мутных и, пожалуй, самых болтливых певцов особенно выделяются две персоны – это Леонид Агутин и Александр Рева. Однако, несмотря на все скандалы вокруг шамана, у него всегда есть народная любовь. Фанаты поддержат его и с удовольствием поют его песни, многие из которых выучены наизусть. Также отметим, что все нападки со стороны коллег по цеху шаман выдерживает довольно хладнокровно, демонстрирует крайне спокойную реакцию на любой, даже самый едкий и неудобный вопрос журналистов, отвечая четко и по делу, а порой и щепоткой юмора. Ну вот, еще один патриот нашей страны, Григорий Лепс, не стал терпеть подобного отношения к своему коллеге и другу. После недавнего концерта Лепса журналисты поинтересовались, что он думает по поводу произошедшего на песне года. И вот, что на это ответил Лепс. Да это позор, позор года. Шаман – классный молодой парень, можно сказать, гордость России. Мне приходилось с ним работать не один раз и скажу, что он профессионал своего дела. А эти что? Они хотя бы раз ездили в зону СВО? Нет. Да пусть он не хоть шейпа выкручивает от шамана. Этот парень в миллион раз лучше, чем все они вместе взятые. И он настоящий патриот своей страны. Не то, что некоторые. А по поводу того, что на экран вернули испуганных патриотов, тут могу сказать только одно. Срочно нужно уволить того, кто позвал их на это мероприятие. Еще вдобавок оштрафовать, сказал разгневанный Григорий Лепс. Сегодня Ярослава Дронова, более известного как «Шаман», называют ни много ни мало самым популярным в России. Однако, если открыть новости и попытаться прочесть заголовки в желтой прессе, складывается впечатление, что это не так. Чего только не произошло буквально за минувшие выходные. Пожалуй, как самой главной и популярной медийной персоне на данный момент в российском шоу-бизнесе, именно «Шаману» достаются все самые громкие заголовки на самых популярных интернет-ресурсах. Однако не все они негативные или окутаны клеветой. К примеру, вчера певец «Шаман» выступил на главном новогоднем концерте. Ярослав вышел на сцену в числе первых и исполнил свой хит под названием «Сердце плачет и болит». Зал аплодировал стоя и еще долгое время не хотел отпускать артиста со сцены, многочисленно скандируя, чтобы Ярослав исполнил песню на бис. К слову говоря, на этом же концерте вновь появились Кристина Арбакайте и Аня Лорак. Постойте, но ведь петь с «Шаманом» на одной сцене вроде бы не солидно. Разве нет? Как же так? Ведь вся эта старая гвардия отказывалась выступать с «Шаманом» на одной сцене. Но тут опять все та же звездная тусовка у издунов. Вновь спела с Ярославом Дроновым. Вновь встретилась с ним за кулисами и вновь косила взгляды. Вот что с людьми творят большие гонорары. Видно, за деньги можно все. Отказаться от своих убеждений. Терпеть того, кто тебе неприятен. Ведь что может быть важнее, не правда ли? Сначала уезжают в другую страну. Оттуда осуждают неугодных себе людей за позицию и взгляды, которые считают неправильными. А через некоторое время понимают, что оказывается денежки-то нужны. Без них в своих крепостях и королевствах живется как-то без удовольствия. Неуютно. Ну а за деньги можно и обратно вернуться. И на экранах покривляться и морды покорчить. Для тех, чьи интересы и доверие предали. Можно и шаманов в целом потерпеть. Заплатят же. А там, глядишь, и забудут. Да вот только отмыться от позора тяжело будет. Забыть-то может и забудут. Только так забудут, что все предатели уйдут в забвение. И никто никогда не вспомнит, что были такие певцы и артисты. А ведь для них после денежных мешков это чуть ли не главный критерий. Известность, популярность, обсуждаемость. Чтобы их имена, фамилии и псевдоним пестрили на заголовках новостных ресурсов. Однако время нынче другое. Людей так просто не заткнуть. Сколько ни вкладывай денег в самопиар и раскрутку. Любовь народную за ваши эти шекели не купишь. И пока вы там в социальных сетях с умным видом кривлялись в надежде получить долгожданные лайки и одобрения. Простые ребята, вроде Ярослава Дронова, работали каждый день не покладая сил. Гастролировали по всей стране. Пели с молодыми коллективами. Сочиняли новые песни и выступали перед нашими бойцами. Ездили в зону СВО. Бывали в госпиталях. В общем, не просто помогали, а крепко так заслужили уважение и ту самую народную любовь. Такие вот новости на данный час, дорогие друзья. Обязательно пишите, что думаете по этому поводу в комментариях под видео. Не стесняйтесь в самовыражении. Ваше мнение мы обязательно прочитаем. А также не забывайте ставить лайк этому видео и подписаться на наш канал. Ведь это очень сильно мотивирует делать качественный контент. Всем спасибо за просмотр. Всего хорошего.